друзья приветствую вас дневной выпуск давайте посмотрим что там у нас происходит и что ожидать вот вопрос на предмет того что происходит с нефтью вот это самую койл это какой-то с fd контракт который показывает что сейчас на площадках нефтяных происходит вот этот разрыв по-видимому он связан с перекладкой между фьючерсами если российский фьючерс бы брм 0 рассматривать то сейчас цена подошла к важному уровню 26 626 и 7 вот это часовой таймфрейм если сейчас произойдет пробой этого диапазона и закрепления то будет открыта дорога движения на 29 и 6 и потом случае удержания диапазона 29 и 630 произойдет движение в диапазон 31 с половиной 32 вот сюда на текущий момент все-таки на мой взгляд движение она себя исчерпала и здесь вот судя по часовому таймфрейму сейчас намечается разворот в районе 26 половиной и этот разворот он наиболее вероятно приведет корректирующему движению здесь корректирующие движение если не будет сломан тренда она будет на 2537 2577 если пробой 2536 произойдет то в этой ситуации скорее всего весь этот рост он будет сломан и пойдет движение в диапазон 24 и 424 вот сюда но пока как бы исходя из текущей картины все надо посмотреть в ближайшее время будет или не будет не будет пробой 26 и 6 если такой пробой состоится то после этого последует очень сильное движение сначала на 29 с половиной потом на 31 с половиной но сейчас у нас в общем то последний рабочий день завтра выходной хотя у завтра в сша праздник не указывается то есть только в россии и в европейских странах завтра выходной день и штаты завтра торговаться будут и скорее всего то есть это корректирующие движение по нефти она произойдет завтра сегодня то есть вроде бы пока не должны удержать на текущих значениях так ну давайте далее посмотрим золото золото по российскому фьючерс у которой гдм 0 ну что могу сказать здесь смотрите вот с утра этот рост который произошел сейчас идет попытка корректирующего движения в том случае если будет пробой 1718 1717 6 то это вполне вероятно приведет к движению вниз и здесь первая цель движение вниз будет 1715 далее если все-таки 1715 будет пробита то конечная цель ближайшего корректирующего движения находится на 1780 половиной по по золоту очень важно удержится на 1717 и 8 1717 если удержится не будет пробить и вот этого диапазона на объеме то скорее всего вот эта попытка разворота она превращается в консолидацию и соответственно с этой консолидации первое движение будет на 1726 1725 и 7 и потом в случае закрепления здесь она пойдет выше если же сейчас вот произойдет пробой вот этого диапазона 1717 и 9 1717 и один то здесь наиболее вероятно мы пойдем у нас цель движения будет 1700 1708 1706 вот сюда вот в этот диапазон но смотрите здесь как бы если никакого три шака нету по золоту вполне как бы может корректирующие движения произойти но в любом случае я не думаю что будет пробита 1700 и пойдет уже совсем ужас ужас и просадка по золоту так на дали рубль юсд руб ту муру соответственно здесь у нас видимо все-таки предположение о том что по факту размещения у фс будет определенным дедлайном когда рубль отпустят так оно и произошло и мы с вами по сути уже сегодня наблюдаем что несмотря на нефть на то что по нефти идет рост но относительно рост то есть она все-таки не отыграла значительную часть падения мы видим по рубль доллар пошло ослабление рубля и вот уже буквально за сегодняшний день то есть почти как бы рубль в курсе потерян семьдесят два и семь семьдесят три пять посмотрите по usd руб ту муру здесь критичный уровень это семьдесят три и восемь от пробития уровня семьдесят три восемьдесят пять на растущем объеме закрепление следующий цель движения будет семьдесят четыре сорок восемь и это уже как бы будет новый уровень здесь на что сразу хотел обратить внимание очень высокий объем торгов идет то есть закрытие здесь будет явно больше чем предыдущие дни вчера и позавчера то есть это говорит о том что здесь судя по всему кто-то закупился дешевыми долларами и теперь как бы наиболее вероятность сценарий как минимум это движение вот в этот диапазон семьдесят четыре восемьдесят семь семьдесят четыре 07 и здесь по факту набор позиций дальнейшая цель движения будет на семьдесят шесть шестьдесят два и далее семь семь и пять и выше то есть вот текущая ситуация в рубль-доллар она указывает на то что здесь по сути идет привязка к размещению в фз то есть в фз разместили все дальше ведь и она гаряну и так далее и тому подобное евро рубль но за ситуация она аналогично с долларом сегодня только есть один момент по еврозоне и германии вышли плохие данные кстати единственная безработица оказалась ниже чем предполагалось но тут знаете с учетом безработицы 1000 туда 1000 сюда этот вопрос он достаточно легко решается и нужное значение в пределах одного-двух процентов рисуется но решение и cb отрицательные ставки так и не ввели сейчас 1530 будут данные по сша вот на этих данных 1530 сейчас возможно произойдет движение евро рубль сейчас судя по всему как складывается динамика ближайшая цель будет 80 с половиной далее если пойдет пробой 81 то в этой ситуации вполне мы увидим движение по закрытию во первых гэпа 82 13 вот сюда и потом здесь есть верху цель 83 71 то есть судя по всему по факту размещения фс и инициировано движение наверх по валюте так мы если возвращаться к рубль доллар то здесь у нас на сегодня цель движения вот сюда вот 73 68 по факту про торговки в этом диапазоне будет движение цель которого находится на 74 и 5 сегодня кстати если не будет никакого трэша скорее всего движение вот 73 83 ограничиться если начнут заливать рубль и все-таки 73 83 будет пробита по движению вверх то вот здесь уже возможны всякие варианты здесь и семьдесят четыре с половиной сходим и будет движение который в перспективе приведет вот сюда вот на 70 70 277 14 ну конечно такого трэшака наверное сегодня не допустит но вполне как бы вот можем день закончить в этом диапазоне 74 68 74 33 то есть ключевой момент здесь закрытие вот этого гэпа 73 87 74 01 так далее фьючерс ртс рим 0 июньский ну смотрите здесь вот пробоя вот этого значения 116 322 не произошло соответственно сейчас начинается корректирующие движение вниз если мы в ближайшее время не пробиваем 116 300 116 350 то пока об отработке цели которая находится на 131 речи не идет то здесь судя по всему это движение сегодняшняя она уже выдох вот здесь вполне возможно то есть может быть эта фиксация перед праздниками может быть это по факту размещения у фсс решили заодно и все фиксануть вот но что мы здесь видим здесь у нас разворотная формация нарисовалась то есть двойная вершина и отсюда скорее всего пойдет теперь уже движение первая цель будет 110 потом следующая цель если будет пробита 108 700 следующая цель движения это возврат вот сюда вот на этот уровень 108 200 и по факту пробить и 106 500 вот у нас ближайшая цель движения находится в диапазоне 100 тысяч 100 тысяч 100 тысяч 500 сейчас пока сильно объемов нету потому что открытие тут должны были очень большие объемы пройти вот но тем не менее то есть здесь возник уже перелом и сейчас скорее всего вот это движение она приведет ну как минимум на 109 728 разумеется здесь на 121 и тем более 132 не дошли но если у часовик смотреть то видите здесь уже прямо сразу пальнули не пробили вот этот локальный максимум который был то есть вот когда такие моменты происходят это сразу говорит о том что что-то пошло не так и о дальнейшем росте ближайшем речи скорее всего не идет на и плюс свечная разворотная формация то сейчас вот мы вернулись на уровень проторговки 112 500 111 700 пробой нижней границы 111 500 поведет движение вот сюда вот диапазон 109 600 и далее по списку вот сейчас ждем как закроется час какие там данные по американской безработицы выйдут в 1530 если соответственно данные будут ужас ужас то пойдем проваливаться и здесь уже ближайшие цель движения на сегодня скорее всего будет находиться на в районе 109 110 тысяч по индексу ртс рим 0 так друзья ну далее фьючерс на серебро русский здесь тоже как и по золото идет корректирующие движения вот с утра прямо что-то пошло не так на открытии достаточно хорошее мощное движение было после этого пошел провал на самом деле здесь вот как только возникает такая ситуация поэтому видите очень важно когда начинается движение вашу сторону подтягивать take profit и и стопы соответственно когда произошло резкое движение надо как минимум на 50 процентов поднимать на 50 имеется на 50 процентов вот от этого движения которое произошло здесь выстрел с утра был то есть по золоту серебру 15 минутные свечи наиболее эффективны и соответственно . когда вот такое движение произошло здесь но хотя бы на 50 процентов надо поднимать сразу стоп перемещать на половинку вот этой свечи и в такой ситуации когда даже будет снижение последующей то есть все равно как бы прибыль хоть небольшая она сохраняется но здесь на самом деле вот разворот произошел она разворотная формация и отсюда соответственно пошло снижение сейчас здесь ситуация она не вполне однозначная по серебру пришли вот на уровень проторговки и вот здесь вот либо будет сейчас набор позиций и разворотная формация на объеме если это на 15 минутки происходит то у нас формируется цель движения 1 15 и 6 потом движение на 15 и 7 вот если же сейчас пойдет пробой 15 45 15 40 это проведет движению цель которого будет в район 15 15 и 1 но собственно говоря данные по американской безработицы вышли негативные но они где-то на 10 процентов больше чем планировалось то есть с одной стороны это негатив с другой стороны такого трешака уж прямо нету вы смотрите если возвращаться к нашему рынку сейчас например тут же фьючерс на индекс ртс фьючерс на индекс ртс сейчас рисует разворотную формацию то есть видимо этот негатив но как бы в какой-то степени ожидали полного трешака не было и здесь поэтому сейчас вполне как бы возможно что вот это движение она будет сломлена вниз и соответственно если ближайшее время мы не пробиваем 112 тысяч на растущем объеме то здесь у нас получается разворотная формация цель движения по которой находится на 114 300 если сейчас будет пробить и вот этого диапазона 112 111 800 или 111 700 это произойдет на объеме то в такой ситуации скорее всего мы увидим по фьючерсу на индекс ртс движения на 109 тысяч на суде все-таки по динамике рубль-доллар такого движения скорее всего не будет рубль-доллар растет здесь от была попытка разворота которая она не увенчалась успехом сейчас скорее всего по рубль-доллар мы увидим дальнейшее движение вверх вот к этому гэпа на семьдесят три восемьдесят пять вот соответственно если у нас такое движение по рубль-доллар происходит то в этой ситуации вероятность разворота и движения вверх по индексу ртс она падает здесь скорее всего они как бы находятся противопаде если растет доллар до ртс соответственно либо консолидируется либо не растет вот здесь мы сейчас тогда скорее всего привести рубль-доллар наиболее вероятность сценарий потому что не сработает вот эта разворотная информация и по ртс мы увидим движение а вот у нас цель будет на 109 700 110 тысяч сегодня так далее сбербанк но сбербанк здесь все достаточно нехитро нисходящий канал на 15 минутки и скорее всего сейчас будет движение на 195 и 3 по сбербанку 195 и 3 и возможно даже 194 и 3 если здесь не удержится пробьет 195 то пойдет движение на 194 и 3 так по газпрому вот несколько парадоксальная ситуация по газпрому сейчас идет попытка разворота вам с утра достаточно резво начал падать то есть открытие с гэпом после этого пошло корректирующее движение пробили локальный уровень часу по факту завершения этого часа если здесь будет разворотная формация то высока вероятность того что будет возвратное движение наверх на 193 идеи если сейчас пойдет пробой 190 с половиной 196 на объеме то скорее всего это приведет к движению вот сюда в начало формирования вот этой свечи это у нас соответственно 190 188 половиной вот но сейчас достаточно высока вероятность судя по всему что разворотная формация здесь будет нарисована это разворотная формация она приведет движению цель которого будет 194 но вот если будет пробой 190 с половиной это конечно плохо потому что в этой ситуации скорее всего цель движения будет 188 и 5 188 так друзья но смотрите парус гидро сейчас по проваливались не русгидро сейчас рисует разворотную формацию но так текущих значений если не будет ближайшее время пробита 62 45 на растущем объеме то отсюда цель движения достаточно хорошая она находится на 63 90 63 95 вот сюда вот так ну вот если северсталь до конца этого часа разворотную формацию не прочерчит и пойдет движение с пробоем 800 76 875 то скорее всего сегодня закрытие она уже будет в районе 868 может быть 865 если сейчас здесь разворотную формацию начертим на текущих значениях 878 на часовике то вполне как бы отсюда может произойти корректирующий отскок на 884 может быть даже 800 86 так далее вопрос был по лукойлу на смотрите по лукойлу здесь попытка разворота сейчас идет и соответственно по лукойлу ближайшая цель движения при такой нефти находится на 4 1950 вот движение на 4950 далее если объемом будут падать то скорее всего будет снижение и возврат в диапазон 4800 4900 если сейчас также будет пробой 4830 на объеме то в этой ситуации скорее всего пойдет возврат в проторговку которая 4800 4740 вот сюда вот в этот диапазон текущая формация по лукойлу указывает на то что здесь наиболее вероятно сейчас движение от 1 цель 4950 потом 4000 5000 даже 5010 так это то что касается луку так так нефть за а здесь по аналогии с лукойлом сейчас если в ближайшее время не будет пробить и 546 545 на растущем объеме здесь часовик сейчас наверно завершится разворотной формации и по всей вероятности будет движение на 560 и соответственно далее если 560 пробивается то здесь движение на отработку пробить и вот этого хая 577 и конечная цель движения локально это 590 в том случае если сейчас мы увидим пробитие 545 здесь скорее всего пойдет движение возвратное вниз и цель движения будет диапазон в районе 503